Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Евгений Новоселов, заместитель главного муниципального земельного инспектора Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Евгений! Хотелось бы подвести сегодня с вами итоги проведения муниципального земельного контроля в 2019 году и не только. Да, 2019 год закончился, итоги его подведены. По результатам работы можно сказать, что в рамках плановых рейдовых осмотров, которые мы проводили, в том числе по поручению Министерства имущественных отношений Московской области, нами были осмотрены порядка 500 земельных участков на территории Одинцовского городского округа, по результатам которых выявлено ряд нарушений. Евгений Олегович, с какими проблемами чаще всего вы сталкиваетесь в своей работе, где чаще всего собственники делают ошибки? По результатам плановых рейдовых осмотров, можно сказать, что большинство нарушений, таких явных, которые мы можем выявить, они совершаются на крупных земельных участках, в основном на земле сельхозназначения, которых достаточно много в границах Одинцовского городского округа. То есть не все земли своевременно обрабатываются, и собственники не всегда приступают своевременно к использованию земельных участков, что является прямым нарушением требований земельного кодекса и федерального законодательства в отношении земельных осмотров значения. Сколько всего было проведено рейдов в 2019 году? В 2019-м около 500 рейдов, примерно код 250-260 по земельных осмотров значения и такое же количество по земле и иных категорий, то есть земельных населенных пунктов, промышленности и так далее. Они проводятся в плановом режиме или все-таки поступали к вам непосредственно обращения? Ну, за истекший период, за 2018 год и до того момента, как мы приступили к этим осмотрам, мы, естественно, накапливаем, собираем информацию, чтобы, так скажем, в плановом режиме, когда начинается сезон, а он начинается обычно в апреле, когда уже земельный уход на значение, ну, можно осматривать, когда будет уже понятно, там производится деятельность какая-то, то есть планируется производиться, ну, и так далее, и так далее. Второй осмотр также мы можем проводить уже где-то в июне-в июле, когда уже должны проводиться работы, ну, в том числе по уборке сельхозкультур или, там, допустим, многолетних трав, которые также могут быть поселены. Насколько ответственно относятся собственники к землю сельхозназначения в нашем округе? Ну, к сожалению, есть ряд фактов, которые, ну, вот, допустим, в прошлом году как раз порядка 50 земельных участков по результатам плановых рейдовых осмотров мы выявили неиспользуемых по целевому назначению. То есть это где-то получается порядка, ну, от осмотренных порядка 20%. Что происходит дальше с такими землями? Выписываются, применяются какие-то штрафные санкции или как дальше действует система? Да, мы в соответствии с требованиями федерального закладательства, то есть закон о защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, все выездные мероприятия внеплановые мы обязаны согласовывать с Одинцовской городской прокуратурой. Вот, что нами было сделано. Почти по всем материалам прокуратура с нами согласилась и выдала разрешение на проведение проверок, то есть согласовала их. Мы все эти проверки провели, дали оценку этому бездействию, да, со стороны собственников этих земельных участков. Выдали подсоответствующие предписания со сроком на вот этот год. Материалы все также направляются в административные органы, в нашем случае это Росреестр и Рослеугоснадзор по московской области для привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписанием собственников, что дальше? Может ли земельный участок быть изъят? Да, может, такая возможность в законодательстве заложена, но на данный момент такой практики пока что нет. Ну, мы это связываем с тем, что все-таки… То есть собственники сознательные сразу стараются устранить все нарушения и, в общем-то, по назначению использовать землю. Так или иначе, так как эти правонарушения длящиеся, возможно применение неоднократных санкций административных в виде штрафов и никому это, в принципе, неинтересно, стараются реагировать. Так или иначе, ну, потому что не все организации, которые в настоящее время владеют землями сельхозназначениями, являются сельхозтоваропроизводителями. Евгений Олегович, апрель наступила. Это значит, что рейды возобновляются. Сколько запланировано подобных мероприятий в 2020 году? Будет увеличение либо уменьшение в связи с сознательностью собственников? Увеличение будет. То есть помимо… Вот сейчас у нас план где-то около тысячи земельных участков. Ну, помимо земельскохозназначения, там и иные категории. Вот в этом году добавятся еще у нас объекты придорожного сервиса. Вот такое большое количество участков, которые нам предстоит осмотреть и сделать выводы о соответствии или несоответствии их требованиям действующего законодательства, в том числе и земельного. Вы сказали о том, что рейды – это, в общем-то, сезонные работы. Они начинаются в апреле. И до какого месяца продолжается непосредственно выездная такая работа? Ну, в основном мы стараемся их заканчивать до 1 ноября. То есть, в общем-то, до того, как выпадает снег, все работы уже завершены. И дальше идет непосредственно обработка документации, итоги и уже дальнейшая маршрутизация этих документов. Да, проведение проверок, вынесение соответствующих решений, направление материалов в органы земельного надзора для привлечения к административной ответственности. Ну, и дальше контроль и устранение этих нарушений. Все-таки в этом году в два раза, получается, объем увеличивается. С чем это связано? Именно с добавлением новых территорий, как бы, в ваше подведомство? В том числе. В том числе и с добавлением новых территорий, с новыми задачами, которые ставятся руководством Московской области и до нас доводятся. Вот, в частности, достаточно много участков по объектам придорожного сервиса к нам сейчас попало в эти мероприятия. Вот, в основном, увеличение вот за счет вот этих объектов происходит. Сложившееся в последнее время ситуация с пандемией как-то повлияет на работу и на начало рейдов, потому что все-таки введены до 14 апреля карантинные мероприятия и так далее. Вот, какая-то будет смещение сроков с этой поправкой? Да, будет. В соответствии с постановлением у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, там, номер 133 ПГ, вот, 19 марта, о введении дополнительных ограничений, проведение внеплановых проверок, именно проверок, не обращая внимания, приостановлено до 1 мая. Но, к сожалению, это все к плановым рейдовым мероприятиям не относится, потому что они происходят без взаимодействия собственниками, владельцами, то есть, ну, без контакта с людьми. Поэтому эту работу мы не будем приостанавливать, а именно проверки, да, мы приостанавливаем. Ну, которые согласованы, куда уже вызывается собственник непосредственно, да, земельного участка, во избежание, да, уже личный контакт, да. Совершенно верно. Невозможно по удаленному доступу это будет сделать. Евгений Олегович, с борщевиком продолжаем бороться. Продолжаем. Насколько эффективно, все-таки, на протяжении последних нескольких лет, ну, прям такая колоссальная атака, колоссальные силы брошены на борьбу с этим растением. Эффективна ли эта вся работа, которая уже проделана, и что в этом году планируется? Эта работа показывает свою эффективность, ну, конечно же, всегда есть куда расти в плане эффективности. Вот. У нас в этом году мы продолжаем ту программу, которую начали в Министерстве сельского хозяйства, и она распространилась, соответственно, на территории Московской области, там, по районам. Мы продолжаем эту работу, также мы в рамках плановых рейдовых осмотров выявляем в том числе и наличие борщевика, и это у нас будет в том числе и основание для согласования этих мероприятий, если вот наши юридические лица, а также для проведения проверок, потому что нахождение этого растения, да, опасного на территории, может привести к угрозе жизни и здоровья, ну, к реальной угрозе жизни и здоровья тех людей, граждан, которые могут находиться на этой территории. Евгений Олегович, насколько за последнее время сократилась площадь произрастания борщевика на территории Одинцовского городского округа? Потому что, я еще раз подчеркну, эта работа ведется уже на протяжении нескольких лет. Она действительно уменьшается, Ну, самое основное, что я считаю, достижение, да, которое у нас произошло по этой тематике, это все-таки то, что люди знают об этой проблеме, то, что мы своими действиями, то, что средства массовой информации, они эту информацию все-таки доводят до людей. И если раньше на нее, ну, не обращали внимания, то сейчас люди знают и понимают, что это опасно, что это неправильно, и за это будут какие-то последствия, в том числе, как бы, штраф. Но, опять же, если борщевик произрастает на земле сельхозназначения, которые не используются по назначению собственником, к нему, в частности, также применяются какие-то штрафные санкции. Конечно. И обязан ли он убирать этот борщевик? Обязательно обязан. Он обязан это делать в том числе и по предписанию органов муниципального земельного контроля, которые мы, ну, будем в любом случае контролировать устранение. Борщевик, он действительно, он, площадь его произрастания снизилась, однако эта работа, она рассчитана там... Ну, нельзя пока говорить, что мы полностью победили борщевик. Нет, да, да, да. Потому что, ну, она очень-очень сильное и живущее растение, которое, ну, не всегда возможно уничтожить за один год. То есть, это полномерная работа, которую нужно проводить систематически на протяжении двух-трех лет. Тогда уже будут соответствующие результаты. Примерно какой срок ставит губернатор правительства Московской области, чтобы, ну, постараться избавиться от этой культуры? Я так понимаю, здесь ведь еще опасность того, что ты же не закроешь границы, да, от других областей. То есть, Московская область раз, но к ней примыкает ряд других областей нашей страны. И, безусловно, если там произрастает борщевик и с ним там не борются, соответственно, он переходит на нашу территорию. Да, насколько я знаю, все регионы... То есть, за нарушение границ борщевик не привлечешь? Нет, не привлечешь. Все регионы России приступили к этой работе. Ну, я думаю, что Московская область одной из первых и с максимальным, так скажем, количеством людей и средств, которые вкладываются в решение этого вопроса. Такие случаи наверняка могут быть, да, но мы будем стараться их все выявлять. И если надо будет, ну, с нашими коллегами из смежных округов, городских регионов... То есть, вы готовы делиться опытом? Почему нет, да. Я думаю, что вот мы в этом году есть территории, которые не относятся к частной собственности, которые относятся к неразграниченной муниципальной собственности, то есть, ну, землям муниципальным. То есть, мы по всем в прошлом году оцифровали все эти места, вот, и по ним у нас в этом году будет разыгрывать соответствующий муниципальный контракт на уничтожение на этих территориях, так как, ну, мы, собственники, мы должны за этой землей следить на уничтожение этих растений. Ну, в общем-то, быть примером. В том числе, конечно. Евгений Олегович, еще немного о планах на 2020 год. Как я уже сказал, соответственно, у нас в этом году мы продолжаем бороться с Брящевиком Сосновского, продолжаем обследовать земли сельхозназначения. Эту задачу, как бы, никто с нас не снимал. Будем добиваться ведения и выхода в оборот, так или иначе, или передачи более правильным и рациональным собственникам. Ну, или в крайнем случае будем инициировать вопросы изъятия этих земель. Хотя это не так просто. То есть лишение правособственности – это достаточно серьезный вопрос, и судей к этому получатся очень аккуратно. Но, тем не менее, собственники должны понимать, что это возможно. И, безусловно, халатное отношение к земле, оно неприемлемо. Да, совершенно верно. Особенно это касается земельсехозназначения. Потому что, когда старостойность и налоговая база для них низкая, вот, и частенько их держат как активы некоторые, которые не используются по назначению. Это неправильно. Ухудшается плодородие этих почв, которые раньше работали. И не всегда их потом возможно реанимировать. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует.